А как сюда подняться? Как-нибудь аккуратненько. Вот это зоопарк. Здесь экстремально все. Прежде чем зайти на территорию передвижного зоопарка, можно не только испачкаться, но и сломать ноги. Повсюду доски, грязь, лужи. У меня есть директор, и это его головная боль, а не моя. Но если для посетителей, которые, между прочим, за вход должны заплатить 9 рублей, здесь созданы такие условия, то каково постояльцам? Гиена Фифа мечется по клетке. В зоозащитнике говорят, в таких скромных апартаментах животные медленно сходят с ума. Когда верблюд встает на ноги, его горб достает до потолка. Эта клетка в 10 раз меньше, чем положено. Тигры и львы должны находиться в клетках, которые в 4 раза больше, чем то, в которых они находятся. Это норма, установленная законодательством Республики Беларусь. В этом передвижном зоопарке 29 животных. Их кормят один раз в день. Чем? Наши съемочные группы отказались показывать. Мол, из-за дождя и грязи не дойдем до холодильника. Каждое утро убираемся, опилки свежие. Так нет практически опилок. Ну вот они уже утоптали. Директор зоопарка Виктор Буровцов из России. Сейчас, говорят, в Смоленске. Впрочем, и сам зоопарк якобы тульский. А вот наемные работники здесь белорусы. Рассказывают, что гастролируют по нашей стране давно. Ведь в России сейчас вносят поправки в законодательство, после чего такие зверинцы могут и вовсе запретить, как это уже сделали в Украине. Получается, тульскому зоопарку остается гастролировать по Белоруссии? На вопрос, не жалко ли вам несчастных животных, работники зверинца успокаивают. Мол, эти звери другой жизни и не знали. Дело в том, что среди наших питомцев нет животных, пойманных в дикой природе. Это дети других зоопарков. Это те, которые родились у нас. Это цирковые пенсионеры. А еще здесь оправдываются. Правила об условиях содержания диких животных в неволе не читали, потому что не смогли их найти. Для передвижных зоопарков мы ничего не можем найти. Это не передвижные зоопарки, содержание диких животных в неволе. Есть четкое определение. У вас неволе и дикие животные. Есть четкое определение, говорящее о том, как они должны содержаться и какие условия должны быть. И что здесь нарушено из условий? Абсолютно все. После звонка на нашу горячую линию в передвижной зоопарк приехала целая комиссия. Специалисты из Минприроды, зоозащитники, ветеринары и ученые. Как такое может быть, что животные здесь стоят, а службы не в курсе? Дело в том, что они приехали и, можно сказать, самовольно разместились, не поставили в известность. То есть они должны были приехать в районную ветеринарную службу, поставить в известность. Не просто зайти и сказать в фойе, что здравствуйте, мы приехали. Они должны были предоставить, прийти к главному врачу района либо к его заместителям в его отсутствие, предоставить документы и договориться о том, что будет какой-то период карантинирования. Но никакого карантина не было. В передвижном зоопарке нет своего ветеринара. Отсутствуют и необходимые документы. Это значит, что животные могут быть больны. Заразиться может и человек. От глистов до лептоспироза, который вызывает бесплодие у женщин. И даже бешенство не исключают ветеринары. Обеспокоены и ученые, вовлекая в проблему передвижных зоопарков все больше госорганов. Из-за того, что с Российской Федерацией у нас нет таможенного, таможенный союз есть, но нет таможни как таковой, у нас перемещаются подобные животные между границами без всяких сертификатов. И поэтому незаконный оборот набирает силу. Поэтому я бы призывал наши таможенные органы на этом сосредоточить внимание в ближайшее время, для того, чтобы мы предотвращали подобные перемещения и появление таких объектов у нас на территории республики. В ходе осмотра представители Минприроды установили многочисленные нарушения. На месте составили протокол, запустили административные процессы. И министерство со своей стороны совместно, я так понимаю, с ветеринарными службами, а также совместно с Национальной академией наук обязательно примут исчерпывающие меры для того, чтобы устранить выявленные нарушения. Парламентарии призывают внимательно изучать законы и, конечно, неукоснительно их соблюдать. А вот запрещать передвижные зоопарки в Беларуси пока не собираются. На сегодняшний день все контролирующие в этом направлении органы имеют право или ограничивать действия физических или юридических лиц, запрет на эту деятельность непосредственно для юрлица или физического лица определить. Одно радует зоозащитников. В передвижном зоопарке сейчас практически нет посетителей. Я не видела, я не ходила. Но мне подруга рассказывала, что они маленьких клеточков там, им ничего не дают, и их, наверное, нельзя кормить. Не больше десяти посетителей в день. То ли погода влияет, то ли дороговизна билетов. А может, белорусам просто жаль зверей? Ведь если никто не будет приходить сюда, то и этот животный бизнес самоликвидируется. Анатолий Казе, Марина Тимофеева, Маргарита Науменко, Сергей Янковский, Денис Ткаченко. Наши новости.